Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Михаила Ермоленко. О главных событиях за эту неделю расскажу через минуту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пейзажи знакомы почти каждому жителю Самарской области. В Доме журналиста открылась выставка «Рождественно в красках осени». На два детских сада в городе стало больше. После капитального ремонта открылись дошкольные учреждения на Запорожской и Вдолотном переулке. Оба здания были признаны аварийными несколько лет назад, но теперь возвращены в систему образования. Обновленные помещения осмотрела глава города Елена Лапушкина и оценила, в каких условиях будут заниматься юные самарцы. Детские сады увидела и наша съемочная группа. Здравствуйте! 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 Как вам в саду? Мы первооткрыватели. Вы первооткрыватели в этом саду? Даже самые первые детские, которые зашли в этот сад после ремонта. Пока лишь несколько воспитанников приходят на пару часов в детский сад номер 123 на Запорожске в советском районе Самары. Но и они пока не успели оценить все замечательные возможности обновленного учреждения, который только открыл для них свои двери после капитального ремонта. В 2015 году здание было признано аварийным и детский сад закрыли. Теперь его восстановили и вернули в систему городского образования. Всего в дошкольном учреждении будет пять групп, две из которых ясельные, что позволит принять более 140 воспитанников. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с молодыми перспективными педагогами. Мы очень надеемся, что нашим воспитанникам в нашем детском саду будет уютно, тепло и комфортно, тем более, что все условия здесь созданы. Все самое интересное начинается только тогда, когда мы открываем дверь. Вот очень хочется верить, что все самое интересное начнется, когда наши родители откроют дверь нашего дошкольного учреждения, и вот здесь начнется самое настоящее волшебство. Пять групп будет и в обновленном корпусе детского сада номер 3 на Долотном переулке в Куйбышевском районе. Его тоже капитально отремонтировали. Одна группа станет уникальной для Самары с круглосуточным пребыванием. Она будет востребована у родителей, которые уходят на ночные дежурства. Это сотрудники разных производственных предприятий и силовых ведомств. За детьми в этой группе закрепят ночного воспитателя. Здесь подразумевается пять групп у нас. Две группы – это ясельного возраста на 20 мест, две группы для детей с ОВЗ и одна группа круглосуточного пребывания. Как сказала Елена Владимировна, действительно, для нашего района это эксклюзивный детский сад. Потому что я думаю, что эта группа будет востребована в нашем районе. Поэтому мы очень рады, мы очень счастливы, что у нас в районе такой детский сад. В обоих зданиях обновлены фасады, произведена замена всех коммуникаций, технические помещения наполнены современной техникой. Группы оснастили новой комфортной мебелью, интерактивным оборудованием для занятий, вспомогательными, образовательными и развивающими пособиями и большим количеством игрушек. И долотный переулок и Запорожье, и два детских сада, они абсолютно разные. У них разное наполнение, у них разная направленность. И в самих программах для детей, мне кажется, и тот, и другой детский сад заслуживает благодарности подрядчикам и заслуживает того, чтобы наши дети воспитывались именно в таких садах. Совсем скоро обновленные здания вновь наполнятся смехом детей, для которых и был выполнен капитальный ремонт. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Ключ на старт. В мэрии Самары прошло заседание, посвященное началу строительства планетария возле музея «Самара космическая». Представители профильных департаментов, Ракетно-космического центра «Прогресс» и подрядной организации обсудили, что нужно выполнить перед началом работ. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. С этого начинается возведение планетария. Чтобы обсудить все вопросы, связанные с началом работ, в мэрии прошло совещание под руководством главы Самары Елены Лапушкиной с участием представителей профильных департаментов, подрядной организации и специалистов РКЦ «Прогресс». Объект непростой. Очень много факторов, которые могут повлиять на строительство. Это и работа нашего музея, это и ракета, которая располагается рядом, это сложные грунты, это проекты, в общем-то, достаточно сложные. Хотелось бы на начальном этапе с вами обсудить все вопросы, которые на сегодняшний момент уже возникли, ну или могут возникнуть в дальнейшем. В первую очередь специалисты РКЦ «Прогресс» продолжат обследование здания музея и монумента ракеты в усиленном режиме. Сначала они оценят действующее состояние здания и памятника, а затем учащат контроль для отслеживания влияния вибраций и возможного движения грунта на конструкции. Для этого у них есть вся необходимая техника, которая будет замерять как силу вибраций, так и вертикальность ракеты. При изменениях строительные работы будут приостанавливать, чтобы найти решение, как обезопасить величественный монумент. «Планируем поставить специальные датчики замера вибраций на основании ракеты, которые нам покажут, какие воздействия передаются со стороны строительной техники в основании ракеты». Особое внимание уделят и высаженным вокруг Космического музея елем. Их бережно выкопают вместе с грунтом и перевезут в питомник, где их будут хранить до теплого времени года. «По технологии замораживаться кому где-то 2-3 дня. После этого будем их подъемным краном поднимать и в железной сетке опускать. И в целой сохранности повезем на питомник специально отведенные места для хранения». На время работ переместят на ответственное хранение и памятник легендарному конструктору Дмитрию Ильичу Козлову. А вернут на место уже после завершения строительства, к открытию планетария. Кроме того, во время работ временно не будут включать световую подсветку ракеты. В целях обеспечения безопасности сотрудников музея было принято решение временно разместить их в другом здании. Работа экспозиции на время строительства будет приостановлена. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. На этой неделе в администрации города решали судьбу 60-го дома по улице Красноармейской. С жителями встретились глава города Елена Лапушкина и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Трехэтажный дом 1899 года постройки нуждается в ремонте. Какие работы и когда будут произведены, узнал наш корреспондент. Определились с алгоритмом работы, наметили планы на ближайшее время. В администрации Самары обсудили планы по ремонту 60-го дома по улице Красноармейской. С жителями встретились глава Самары Елена Лапушкина и депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн. Трехэтажный дом был построен еще в 1899 году по проекту известного самарского архитектора Щербачева в так называемом кирпичном русском стиле. Это значит, что кирпич использовали не только прикладки стен, но и для отделки фасада здания. После революции 1917 года доходные дома Челышова превратились в коммуналки. Сейчас это здание относится к памятникам архитектуры. В марте прошлого года в одном из подъездов дома, пятом, случился пожар. Теперь он непригоден для жилья. Но благодаря усилиям городских властей дом удалось включить в программу капремонта и в этом году там начнутся работы. Я очень рад, что у нас виден свет в конце тоннеля и мы наконец определили с алгоритмом действий, который позволит нам восстановить этот замечательный памятник, один из символов старой Самары, Челышевский дом на Косноармейской улице. Сегодня мы проговорили последовательность действий. Фонд капитального ремонта включает, в текущем году уже включил работы по восстановлению кровли, по ремонту фундаментов и по ремонту фасадов. Согласно намеченным планам, в этом году в доме отремонтируют крышу, начнут работы, связанные с укреплением фундамента, а в следующем году их завершат и приведут в порядок фасад. Оксана Тихомирова живет в этом доме с 1989 года. Говорит, рада, что городские власти нашли возможность пойти навстречу жильцам. И сейчас эта история про то, как объединив усилия жильцы многоквартирного дома, со собственником, муниципалитетом и с властью спасают дом, ну и, собственно говоря, спасают самих себя. Я убедилась, что у нас все будет хорошо, хотя работы будет очень много. Все работы по адресу Красноармейская, 60, планируют завершить к 2025 году. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Сражение, продлившиеся 200 дней и переломившее ход Великой Отечественной войны. 2 февраля исполнилось 80 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В память о погибших губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Госдумы Александр Хинштейн, ветераны, активисты и кадеты возложили цветы к вечному огню на площади славы. Противостояние, которое изменило историю и переломило ход Великой Отечественной войны. 80 лет сегодня исполнилось со дня окончания Сталинградской битвы. Отдавая дань погибшим, губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, депутат Государственной думы Российской Федерации Александр Хинштейн, ветераны, активисты и кадеты возложили цветы к вечному огню на площади славы. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Гитлер хотел захватить важнейший промышленный транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья, прорваться к кавказской нефти. Но Красная Армия оказала отчаянное сопротивление, постепенно победа над городом стала главной целью всей компании «Вермахта». Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый удар по городским кварталам. В окне пожарищ погибло более 40 тысяч сталинградцев. Нефть вылилась в Волгу и загорелась. По словам очевидцев, происходящее напоминало настоящий ад. Подробности тех событий по рассказам родственников знает Галина Демчук, председатель Совета ветеранов промышленного района Самары. У меня дядя воевал именно под Сталинградом. Он был там ранен. Его подлечили, и он опять воевал. И он воевал до победы. Мы сегодня пришли с ветеранами в этот великий день, святой, священный день. Я считаю, что он самый первый священный день среди череды этих побед нашей. И мы, конечно, пришли поклониться, потому что Сталинградская битва, она живет в сердцах каждого жителя. Мне кажется, независимо от того, какой возраст. Я от всех ветеранов города поздравляю все население нашего города, нашей области с этим замечательным праздником. Потому что практически в этот день, в этот момент прошел перелом Великой Отечественной войны, и наши войска стали гнать фашистов с нашей земли. Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев Курган. Высота переходила из рук в руки несколько раз. До берега Волги немецким частям оставалось пройти всего 150-200 метров. Но они так и не смогли этого сделать. Сталинградская битва закончилась 2 февраля 1943 года полной победой советских войск. Виктория Шаре, Николай Епифанов, События. В помощь военнослужащим в зону специальной военной операции на этой неделе отправили очередной гуманитарный груз. Посылку для наших бойцов собирали неравнодушные жители промышленного района Самары совместно с местным отделением Союза женщин и другими общественными организациями. Наша съемочная группа узнала, какую помощь получат военные на передовой. Десятки коробок гуманитарной помощи заполнены самым необходимым для бойцов на передовой. Среди вещей – спецодежда, термобелье по погоде, продукты долгого хранения и медикаменты. В пункт сбора гуманитарки в Центре дополнительного образования «Искра» ежедневно тянулся поток неравнодушных жителей промышленного района. О том, что нужно защитникам, узнавали заранее и старались максимально все подготовить. У нас есть контакты прямые в администрации со всеми командирами подразделения. Есть понимание, что им нужно, какие у них есть нужды. Есть понимание, что люди могут. Но опять же, мы людей не ограничим. У кого-то есть какие-то возможности материальные, у кого-то нет. Кто-то вяжет носки, кто-то помогает посильно в каких-то более серьезных закупках вещах. Здесь мы уже никого не ограничиваем. Членам Союза женщин промышленного района и другим общественным организациям и объединениям гуманитарный груз удалось собрать всего за неделю. Уже через несколько дней посылку отправят на передовую. Приготовили не только самые необходимые продукты, но и сладости, чтобы порадовать защитников в преддверии 23 февраля. Частичку тепла из родной Самары передали и вместе с одеждой. Носки и свитеры шили сами. Для этого в 154-й школе организовали акцию «Свяжемся». Закупили пряжу, они обучили тех детей, старшеклассников, которые не могли вязать. У нас есть фото, где они за столами вяжут и отправляют. Но они работают точно не только с нами, но и конкретно отправляют в воинскую часть. Если у них есть ученик, который находится на передовой, он приезжает и они отправляют им в полк. Отправить защитникам свой привет из дома спешили и ученики других местных школ промышленного района. Детских писем солдатам накопилась целая коробка. Сотрудники Центра дополнительного образования «Искра» отметили, Пока отправляют этот гуманитарный груз, на очереди готовится и следующий. В свою очередь администрация промышленного района активно поддерживает благодетелей с желанием помочь военнослужащим. Содействует в поиске помещений и закупке необходимого оборудования. Помогают и семьям мобилизованных самарцев. Ежедневно решаются возникающие бытовые и социальные вопросы. Такие как питание в детском саду, предоставление медицинских услуг, получение выплат и другие просьбы. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Изменения в законе об охоте, новые сведения в Едином государственном реестре недвижимости, изменения статуса деятельности правоохранительных органов. В феврале в России вступает в силу ряд новых законодательных поправок. Их обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. Узнать об аварийном состоянии дома можно теперь в Едином государственном реестре недвижимости. Региональные и муниципальные органы власти будут направлять соответствующие сведения в Росреестр, а там будут включать данные выписки из ЕГРН. На самом деле этого изменения довольно давно ждали все участники сферы недвижимости, потому что сейчас граждане посторонние, которые, например, планируют приобрести жилье, да даже сами жильцы, например, этого дома, не всегда знают, когда муниципалитет признал жилье аварийным. Теперь муниципалитет после принятия такого решения обязан будет направить его в Росреестр, а Росреестр в соответствующие сведения ввесет в Единый государственный реестр недвижимости. И теперь любое лицо, когда будет заказывать соответствующую выписку, например, на квартиру, сможет увидеть, что квартира находится в аварийном жилом доме. Напомним, еще одно изменение для собственников недвижимости появилось с начала года, а теперь они могут получить в территориальных органах МВД информацию о прописанных в квартире гражданах без их согласия. Есть случаи, когда собственник действительно не знает. Например, когда ты получаешь недвижимость по наследству, ты формально становишься собственником, но ты же не регистрировал, и ты можешь получить квартиру с определенным количеством людей, которых непонятно зарегистрированы, не зарегистрировали. А второе, ты раньше мог получить, но для этого тебе нужно получить согласие лиц, которые были зарегистрированы. Они всегда лица, которые зарегистрированы, проживают в том же городе. Была такая сложная ситуация, нельзя назвать платовой, но сложно. Вот теперь ее просто разрешили и установили четко понятный механизм, что собственники могут получать эту персональную информацию. С 3 февраля деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны, МВД не будет считаться предоставлением государственных и муниципальных услуг. Это должно дополнительно защитить сведения о тактике и методах работы правоохранительных органов. Отсюда вытекает много последствий, связанных в том числе с тем, что у нас, скажем так, есть некие требования, есть некие ожидания от государственных услуг. Есть понимание, что такое услуга в целом. Это что-то, что оказывается для населения и в пользу населения. Теперь данная деятельность более государственными услугами не является правоохранительной деятельностью. А в профильный закон об охоте с февраля вносятся изменения, которые позволяют государственным охотничьим инспекторам проводить постоянные рейды, чтобы выявлять нарушения и вести профилактическую работу. При этом охотинспекторы получают право на применение физической силы и оружия для задержания нарушителей. Изменения направлены на борьбу с браконьерами. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. 1 февраля в России увеличился размер более 40 мер социальной поддержки. Их повысили почти на 12%, исходя из уровня инфляции прошлого года. Также увеличился и маткапитал. Для семей с первенцем сумма вырастет более чем на 60 тысяч, почти до 590 тысяч рублей. На второго и последующих детей, если родители ранее не пользовались этой мерой поддержки, маткапитал составит почти 780 тысяч. Доплата при рождении второго ребенка в случае, когда семья ранее уже оформляла материнский капитал, составит 188 тысяч рублей. Пейзажи, знакомые почти каждому жителю Самарской области. В Доме журналиста открылась выставка «Рождествено в красках осени». Это картины, созданные известными самарскими художниками во время осеннего фестиваля Пленера. На открытии выставки побывали наши корреспонденты. Застывшие на холстах впечатления, переживания от красоты за волжской природой. В Доме журналиста открылась выставка «Рождествено в красках осени». Она стала итогом одноименного фестиваля Пленера, который прошел в Волжском районе в октябре прошлого года по инициативе депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий уверен, что у Рождествено большое будущее. Нужно лишь показать миру его красоту. Это место, которое может и должно стать одной из главных туристических точек на карте не только Самарской области, но и страны в целом. И к этому есть все. Ну а работы это лишь подчеркивают и доказывают правоту нашего дела. На Пленере было создано более 90 картин. Некоторые из них передадут историко-краеведческому музею. В фестивале приняли участие известные самарские художники. Игорь Доний, Николай Кикин, Наталья Кокошкина, Сергей Цидилов, Светлана Кузина, Андрей Мишагин, Дмитрий Мантров. Художники-пленеристы – это особый люд. Почему? Потому что не каждый может в постоянно меняющихся погодных условиях уловить какой-то момент, запечатлеть его, постоянно меняющееся освещение. Это дождь, то снег, я пишу круглый год. Это, как правило, художники-профессионалы, которые могут написать не просто набросочка, а готовую и чудную картину. Выставка будет работать до 27 февраля в будни с 10 до 18 часов. Вход на нее свободный. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Еще одна выставка «Фотограни» открылась на этой неделе в историческом парке «Россия. Моя история». Участники отметили, представленные работы способны перевернуть взгляд на привычные вещи. Подробнее расскажет Александра Гусева. Каждая из них по-своему уникальна и неповторима. Любой из этих фотографий – настроение и целая история. Выставка «Фотограни» – это возможность посмотреть на вещи иначе, увидеть то, что не замечали раньше. В Суэльгемском национальном парке удалось снять степных орлов. Причем появился такой момент, когда лис старался украсть у орла его добычу. Птица большая, размах крыльев до двух метров. Но, тем не менее, лису удалось отнять у него кусок мяса и уйти. В работах Владимира Рубинчика запечатлены самые необычные моменты из жизни животного мира. Фотограф объехал немало заповедных мест. Он видел закат над соленым озером Баскунчак, колонию розовых пеликанов в акватории Маныча, пару мгновений из жизни краткоухого зайца. Ничего не ускользнуло от его зоркого глаза. Теперь у самарцев есть уникальная возможность познакомиться с обитателями дикой природы при помощи фотоснимков. Наше фотообъединение, областного союза журналистов России, ежегодно проводит итоговые выставки. Это некий такой творческий отчет за прошедший год. То есть в течение года, где только они не бывают, что только они снимают, они творят, творят. И вот итоговая выставка, она является результатом их творчества. Это всегда интересно. Интересно узнать, чем жили люди, что они видели и что они хотят изобразить и чем хотят поделиться. На выставке «Фотограни» своим восприятием мира поделились 15 фотографов. Екатерина Афанасьева, Юрий Стрелец, Людмила Гребцова, Владимир Курилов, Владимир Рубинчик, Елена Фомина и многие другие. Самарское областное отделение союза фото журналистов России на самом деле наши давние друзья. И это не первый проект, который проходит здесь, в стенах исторического парка «Россия и моей истории». И сегодня мы продолжаем наше сотрудничество открытием выставки «Фотограни», которая включает в себя около 120 работ прекрасных фотохудожников. Портреты, репортажная съемка, пейзажи, фотоанималистика. Разнообразие тем и жанров делает выставку интересной для посетителей всех возрастных категорий. Прийти посмотреть на всю многогранность окружающего мира можно до 5 марта. Со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов. Вход свободный. Ольга Павлова, Александр Гусева, Константин Головин. События. Какой будет самарская весна и когда она наступит? Однозначного ответа на этот вопрос у специалистов нет. Синоптики говорят одно, а предсказатели весны, сурки, и вовсе спутали все карты. 2 февраля в России отметили Всемирный день этих маленьких грызунов. Какую весну они нам предсказали, узнал Сергей Кизоркин. 14-летний Иван да Ева, так зовут пара сурков в самарском зоопарке, проспали Всемирный день сурка. Грызуны-пенсионеры, по человеческим меркам, им уже больше 80 лет, так и не вышли сегодня из своего домика, чтобы народные эксперты могли предсказать, какой будет весна и когда она наступит. По легенде, если 2 февраля на улице солнце, то сурок увидит свою тень и испугается, метнется обратно в домик. Это означает, что весна будет поздней и зима продлится еще 6 недель. А если день пасмурный, то сурок не видит вокруг ничего подозрительного и спокойно покидает нору, свидетельствуя о раннем приходе весны. Самарский сурок Иван, рассказывает работник зоопарка, выходил из домика на Рождество Христова, но потом снова ушел в спячку. В этом году, что интересно, что, видимо, Иван, может, уже как пожилой сурок, 3 недели назад он проснулся, вышел, добежал до угла, вернулся обратно и дальше ушел спать. Что у нас в зоопарке встречается впервые. Пробуждение сурка в январе говорит о том, что весна наступит в конце февраля. Однако специалисты гидрометцентра России с народной приметой не согласны. По их расчетам, февраль будет нормальным зимним месяцем с морозом в 9 градусов и умеренными осадками. И в марте впереди, и в марте бывают снегопады, и в марте довольно холодный бывает. Календарная весна, да, начинается с апреля, а насколько она раньше или позже начнется, это посмотрим. Российские народные приметы на 2 февраля прямо противоположны тем, в которые верят за рубежом. Есть даже пословица, если на Ефиме в полдень солнце, к ранней весне, а если метель, всю масленицу мести будет. Так что посмотрим, какая примета будет правильнее. Сурки Иван и Ева в Самарском зоопарке за свои 14 лет потомством не обзавелись. Поэтому после них народная традиция в Самарской области 2 февраля определять, какой будет весна и когда она придет, скорее всего, прервется. А ей в нашем регионе уже 30 лет. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Это были все главные интересные события прошедшей рабочей недели. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok